всем привет ребят ну что ж продолжаем выживать прошлой серии мы уже все тут подчинили все сделали я вот уже проснулся усталость немножко ушла у меня такое ощущение что усталость возникает из-за перегруза блин надо что-то реально от чего-то избавиться что-то у меня очень тяжелое инструменты эти по килограмму на честь не могу сделать разобрать на пеналовый лом зачем не два нож можно починить я так понял да ремонт недостаточно материалов для починки а чему надо а еловые дрова я понял вот этот не этот починить не могу это чё в этот могу починить буквально как особо не нужен вареный фонарь килограмм весит вот тут бескрасивно можно разобрать нафиг действия разобрать целый кирграмм килограмм весит надеюсь он не насильно много мне прибавить в качестве металлолома вам уже целый килограмм хлама жесть блин с этими менюшками еще немного не втыкаю ребятки я еще обнаружу что мне есть свежая волчья шкура свежая оленя шкура и кишочки я же могу сшить эту фигню всю у верстака кажись а тут же верстак где-то был вот он нет него там короче я сейчас пойду к верстаку шить или могу прям лучше нет не могу да там же у верстака там я выбирал действие там можно было шить ладно сейчас допущу здесь это только не досмотрел что здесь вообще есть у нас снизу ничего нет и пойду короче сошью себе нормальную вообще одежду нафиг я и чинил сразу не обратил внимание что мне куча обыщу вот эту штуку брюки что-то вообще ничего даже не нашел пустотень подсчеток почему ничего нет телек и так на намного дали мне всего пойду короче шить а тут и выйти то нельзя никуда да это получается крайняя комната да все можно отсюда уже спокойно сваливать сваливать на улицу и потом топлива 31 нормально но все-таки вес свой привести в порядок потому что реально перегруз он мне кажется плохо сказывается все же так и те все обыскал стопроцентно да 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 как это ломать же не могу топором нет только нужно быстро фонка походу уже так пойду сейчас короче к верстаку ребят и там вам вас уже включу так вот он верстачок я еще даже на нем увидел энергетический батончик один итак смотрим что мы можем сделать такая вот блин еще уже обыскать можно было нормалек мы обыскали мы обыскали все чтобы ничего не этому обыскали верстачок смотрим что мы можем сделать так муха у меня этого нет висящий мог фонарь мне не нужен капкан кишки высыпать а у меня не не высушены нифига ё-моё у меня свежим свежими нужно высушить их приготовить пригодится для изготовления и починки после просушивания в помещении в течение пяти дней вы чё прикалываетесь охренеть фиг я что сделаю тут ребятки без кишков высушенных не интересует вот но у меня кроличьи это нету вот обувь я бы замутил бы которая нифигово тепло плюс четыре дает а нужно две шкуры охренеть четыре кишков у меня сколько кишков счета я рано обрадовался у меня целый килограмм кишков не знаю сколько это по количеству но сколько то так и для вот волчьи еще мне больше всего интересует обувь из оленей штаны 3 шкуры надо 4 шкуры блин а у меня одна я думал с одной делать 4 короче рано и обрадовался ладно у меня одна да но одна я не знаю что процент 75 свежая волчья шкура 75 пригодится для изделения починки после просушивания помещению чем это это понял нужно ее ложить где-то возле печки что ли чтобы она сушилась кишки эти на костре не получится высушить тогда все тогда однозначно уже выдвигаемся так ребят ну вот я перед выходом я решил идти в выход который в один конец который меня обратно не пустит у меня 9 часов ночного времени его дневного осталось все вот мы уже на природе вот то о чем я говорил на улице фиг знает сколько а но бонус одежда меня а ветер ветер сильно ветер охлаждает ткань забираем не через первую очередь нужно развести костюр и пожарить это мясо потому что калории не нужны но мне нужно найти у кроме укромное местечко а кстати мне говорили что когда обращаю внимание еще на вот этих воронов потому что когда они летают значит там труп чей-то но я помню что там труп оленя это я сам помню помните сюда перебирался тогда стана пошарить сам тоже много интересного можно найти блин вот этот момент когда выскакивает я просто меня все внутри обрывается думаешь падаешь с дамбы все это жесть тут падение с малейшей высоты уже равно сильно смерти все очень приближено к реальности внизу волчара кажется блин вон до труп этого олененка сейчас мы его разделаем 5 металлолом куча металлолома таскаю только нафиг он не может так хочется пить понятно тушка шкуру возьмем у меня да я сейчас принципе все возьму кишочки все есть собираем до время охотничьим ножом сейчас разведем костер натопим во этого натопим всего там воды еды нужно было на безветренное вот видишь на нуле ветер плюс 4 так а если еще более безветренными вот у меня даже плюс 1 я прям здесь могу сейчас за ночевать если вдруг что так ладно разжигаем огонь начинаем наше действие так используем естественно спички кто-то ходит отвечаю кто ходит или нет я слышал шаги как опять эта хрень выскочит или то снизу там кто-то ходит фу вот они ворона летают над трупиком нормально все ладно буду считать что не показалось минус 5 ветер как уж было тепло здесь посмотрим с 5 блин ветер что-то дует везде хотел чтобы сильно далеко не идти жажда еще мыши до сроченько попить питьевая нормально перегрузишь источайший так хочу мне так жажда мало чем я выпил всю воду что а у меня там же мало оставалось да давайте тогда и калорий подход под этом подправим воду нормально так плюс 5 градусов ну все равно ладно пофиг надо уже что-то делать где у нас на разжечь огонь так вот используем труд видите процент не меняется а труд вот точно 51 процент труд газета и разжигаем естественно с книги или с веточки с книгой проще всего 91 процент на успех ну давай попробуем да на улице себя как-то чувствуешь уже папа это но хорошо одежду починил и сейчас хоть она не сильно так я буду холодать то есть иногда нет нет да промелькивает даже в плюсе температура поэтому в принципе достойно сейчас избавлюсь от большого веса на дровах может быть не так сильно буду уставать да у меня восемнадцать этих даже закидаю на часа четыре потому что жарит дофига на пять часов так нормально все что у меня там по температуре о плюс восемнадцать шикардос вообще можно тут залечь спать если что болезней нет все четенько бонус одежды все просто суперское начинаем наше приготовление пищи оленина сырая 64 процентов конечно же готовить на каждую готовку израсходуется костер то есть будет уменьшаться время оленина приготовлена у меня интересный вес у него разный все-таки надеюсь что нет точнее да а это вот волчатина а нифига сырая весит блин 0,46 а это килограмм у меня вообще что ли это разный лан давайте проверим или она на один к одному так и весит короче все на пожарить однозначно чтобы сырое мясо не таскать чтоб у нас калорий было просто проворот вот он уживание суровейшее просто суровейшее мясо волка сырое конечно же жарим ветерок поддувает но костер нас нивелирует всю нашу погоду да калорий сейчас немерено будет так что-то я начинаю от усталости да нет в принципе нормально а кстати меня сразу воды надо пока кастерчик горит хотя литра два протопить использовать костер на воду я кипячения не буду я его чисто антисептиком долбану потому что у нас есть антисептик и нужно его использовать точнее таблетки для очистки воды у нас вот вода есть не питьевая долбанил у нас сразу превратится в питьевую воду все куда-то надо его использовать правильно литр не питьевой литр питьевой и еще одно значит костер погас применить и вот у нас два литра питьевой воды супер и сразу можно попить до упора сколько мы выпьем за раз интересно пол-литра сразу долбанули но сразу вся жажда ушла так костерчик ты бы это две минуты вторение осталось так а чё она так слабенько добавляется почему девять минут за зависло это чё он типа не догораешь костер восемь минут что за фигня не могу понять древесины 1 и 3 кедровые 1 палка 6 фонарь 6 ощущение что я сейчас опять замерзну блин тут нафиг что у меня голод уже не ну голод и мне пофиг у меня уже нажаренного всего не мерено они там по 300 по 800 калорий даже какая-то дает вообще достойно по 100 это вообще 100 калорий странновато так ну давайте дожарим уже надеюсь дожарится за счет костра не костры все создаем тогда все начинаем движение начинаем движение куда-либо так у олежки мы все собрали сейчас туда наверх еще поднимемся посмотрим что у нас там есть металлолома мне уже хватит вот досочки отлично зачем я по весу все равно 33 килограмма блин у меня жутчайший перевес я не могу понять из-за чего он там жутчайший такой так мне надо сейчас спускаться вниз туда в ущелье там волчава волчара правда но деваться некуда так по температуре у нас видите 3 градуса одежда вообще на 11 восстановлена вообще супер все держит то есть видите у нас тепло не убывает потому что это первая была проблема когда я только появлялся я там замерзал буквально гипотермия у меня начиналось через пару минут игры что просто моментально тепло уходило потому что одежда вся изношена никакой теплой одежды нет чуть ли не в носках бегаешь в одном свитерке так тут у нас опять металлолом не столько не надо его вот досточки мы подберем эта вещь нужна всегда так усталость пока держится газетку подберем естественно не металлолом ты а ты куда стакаешься вот у меня металлолома допустим сколько сейчас здесь килограмм сорок да мне нафиг уже столько металлолома не надо просто жесть все куда-то собираю собираем мне надо найти какую-то старушку домик какой-то вообще куда-то вот прийти так давайте еще веточек наломаем веток мало не бывает потому что я сейчас чувствую что могу остаться ночевать на ночь потому что дневное время кончается мне придется в любом случае разводить костер и оставаться на ночь где-то потому что дневного времени осталось всего лишь три часа осталась усталость у меня уже под поджимает это мясо можно съедать мне кажется низкокалорийные которые там по 100 калорий вот это только вес лишних занимает от него толку вообще не надо по 300 калорий весит полкило всего 300 калорий дает поэтому это мясо мы поджираем так еще мне советовали да часто не бегать потому что оказывается когда бегаешь утомляемости растет принципе очень быстро из-за этого поэтому я стараюсь сейчас лишний раз спринт не использовать так ладно будем спускаться так на меня дорога ведет в любом случае вот сюда вот на лед на эту реку замерзшую так как прыгать нельзя я хотел там через камень как-то обойти обогнуть но нифига так не получается вот видите я с небольшого уступчика только сошел он уже кряхтит там там молчара кстати опа пещерка а тут кстати сейчас безветренно должно быть тут можно и заночевать конкретно тут еще и дровишки есть да о да ты что супер просто патрончики еще какой-то напиток да минимальная такая пещерка смотрите сейчас ветер ветер хотел сказать на нуле будет минус двенадцать ветер дает он просто тут прошивает насквозь походу вот из-за этой щели ну как тут блин труба тут минус один хотя вот тут даже стоя можно стоять да и в принципе не переживать особо калорийность все дела жажды нет короче у меня усталость в принципе еще позволяет идти но я боюсь что если я пойду сейчас по реке я могу не успеть до это за дневное время найти более-менее нормальное укрытие антисептиков у меня вообще не меряно там поэтому волк мне в принципе не страшен если даже с ним будут драться я всегда там говорили факелом можно его как бы отпугивать но у меня факела не знаю как его вооружить то вот у меня он есть один нет вот фонарь простой фонарь снарядить действия собрать ну раз собрать него не надо снарядить зажечь на левую кнопку не дает зажечь факел а ветер не дает зажечь факел ну давайте зажгем потому что волк вроде как отпугивает волка факел давайте найдем безветренное ну вот тут плюс один ветер может тут даст вот можно спичка кремень топлива давай спичка вот отлично все видите тут даже ветер вот все насколько вот игра она и в принципе махать на левых ног ну иди сюда братка я просто помню что вот эти камыши сейчас хочу подсобирать они очень калорийные и всегда будет запас легенький ну подберем о зайчатинка а вот теперь а вот теперь иди сюда братка аааа погас погас боже мой погас как у меня усталость просто на грани погас как же ты погас фаер 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 зажигайся фаер а ну иди сюда может фарива погнешь мне нужно все таки надо ложиться отдохнуть мне реально уже на исходе силы а вот тут ветер плюс один минимальное время надеюсь не сожрет он меня ночью там зайчатина валялась а мне нужна для варежек он ходит волк этих зайцев убивает вот он идет идет сейчас берется битву принимает ну иди сюда давай сейчас я фаером в глаз тыкну давай 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 лево право лево право а он следит за мной смотрите он головой верчит сюда как бы кинуть у тебя на ага очканул собака бешеная сюда иди как у меня усталость бы не без сил не упасть удачи манулся все вроде он блин парня выручил короче надо здесь ложиться иначе я сейчас точно от усталости сдохну блин еще и ночное время ну придется короче разжигать костер опять на все дрова которые у меня есть и хоть какое-то время спать потом выдвигаться молчу поддеваться мне понрав блин ветер минус 10 что за фигня как так он продувает минус 10 реально нет места ни фига нормального то минус 10 то корень знает сколько явно не спрячешься от ветра явно не спрячешься от ветра явно не спрячешься от ветра осталось на грани уже блин надо где-то ложиться спать там он ходит тут минус 1 может ты и залечь короче ладно разжигаю костер поддеваться некуда офигенно он еще не разжигается там наверху места нормального нету я просто боюсь чтобы не упал без сознания от усталости как-нибудь тут может быть как-то полетится минус 1 почему костер не разжигается слишком далеко для размещения объекта неправильно мысли для размещения объекта еще на слове нельзя что я размещал даже костер не могу развести обидно просто не хочу там на реке спать потому что все же то ощущение что меня волчара может там будет достать так ладно пока будут пока многие идут надо идти наверх обратно туда мы где-то там залягут выбраться нет а это натощель что-то я смотрел файр отпугнул хорошо просто я боюсь что ночью просто может волчара подойти меня сожрать и я проснусь во тьме вы ушли во тьму как напишут там уже же так в общем вот здесь где-то в уголку нашел влияние ветра плюс 1 в принципе сейчас попробую опять же пар уже можно выкинуть я их же можно снарядить потом да опуска валяется утром подберу плюс 1 нулевая температура держится усталость просто уже на грани разжигаем огонь слава богу разжигается так используем конечно же труд и веточку я подбирал надеюсь да подбирал 13 палок отлично 72 процент ну ладно давайте керосинчик используем костер закидываем все палки надеюсь потом насобираю все же главное до утра дожить закинем на все что у нас есть добавить топлива 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 4 часа 4 часа ночь будет длинная поэтому мне на всю ночь желательно закидать дерево и палка часов на 8 хотя бы да вот нормально фонарь у меня пускай будет все на 8 часов у нас есть костра раскладываю спальню мешочек костер костер греет все четко и минимум на 8 часов ложусь спать а там проснемся сколько калорий что пожрем попьем там видно по воде по воде что у меня по воде что то во сне не умереть от жажды там же не пишет нифига хотя от жажды то я не умру да точно я только от калорий умру давайте на 9 часов отдых все надеюсь во тьме не проснусь боже мой волчара никакой не сожрет меня просыпайся чувак фух проснулся вы проснулись от холода у меня переохлаждение жутчайшее костер погас минус 17 вообще не справляется нифига жесть жуткий голодище все таки я перебрал со временем а сколько ночного осталось 5 часов ночного времени еще обезвоживание так так братишка давай как и не обезвоживайся давай копей опс пополнил жажда максимальная мясо съедаем самая тяжелая калорийная по килограмму которая еще одну калорий 1900 калорий там кстати ночью и жесть просто творится переохлаждение вот переохлаждение вроде не умирает по идее надеюсь температура воздуха минус 19 ветер минус 15 это просто жесть поднять конечно же так там шумят так эти блин от ветра а вот эти проценты 96 слева это походу то время через которое я у меня еще и усталость какого-то хрена зато вес нормальный по дровам у меня все все хреновенько в принципе у меня сейчас другого выбора нет как ломать все эти бочки тратить калории усталость и разжигать потом все это топором да а топором чё у меня время да снижается да ну однозначно топором ломаем и опять доживать до утра каким-то чудом исходить уже с переохлаждением постоянно да другого выбора нет блин надо выживать ночью топором все разламываем нафиг и опять зажигаем костер и кое-как оставшееся ночное время выживаем сколько мне надо минимум на 4 часа наломать дров главное чтобы там ночью отчитал там жизнь такая там волки стаями начинают ходить и просто если попадешься тебя разорвут не получится так отмахнуться как у меня получилось фаером ломает конечно сейчас закидаем да вот это скоростью переохлаждение у меня идет и сильно затягивать не буду я все же 63 да ну еще одно один разломая надеюсь хватит мне этих досок немерено так что-то у меня он начинает уже херовить да очень не кисло так у меня главное от ветра сейчас вот тут местечко да ответы хорошее минус 2 влияние ветра отлично срочно разжигаем разжечь костер однозначно с веточки однозначно с топлива стопроцентный на успех и будем греться как никогда не грелись ребятки сейчас возможно получим ачивку первая прожитая ночь на улице устал голод так это не страшно все закидываем дерево все 29 древесины кидал на 5 часов даже на 6 даже на 7 наверное накидаю и 7 часов просплю а потом на оставшийся костер пожарю уже все фигни тепло есть все есть устал понятно сейчас голод еще утолим немножечко голод утолим наверное чем-то тяжелым надо утолять персики 400 вольт пол килограммовые персики половинки персиков высокого качества холодно да пофигу сожрем холодными 500 калорий восстановим они будут интересно восстановить показания воды легкий голод ну все в принципе сейчас можно ложиться спать еще раз на 7 часов как я сказал да на 6 уже ну на 7 да еще костер будет гореть мы отдохнем потому что у нас опять без безумная усталость и тепле 38 градусов нормально не умрем 500 калорий все нормально отдыхай братишка отдыхай как раз утро наступит надеюсь все правильно рассчитал костер что-то какого-то хрена погас опять то ли его душит что-ли кто-то то ли чё я не могу понять у меня постоянно усталость не высыпаюсь нифига вы перед передержались три дня осталось менее часа ночного времени как так опять как опять менее часа у меня 47 опять обморожение давай еще наломаем то дров так ачивку мне нечего наверное не получится чуть-чуть это нечуть или так все так блин тут опять ветер минус 13 давай еще одну попробуем разломать хотя нет нет бывает с такой бешеной скоростью вот этот показатель переохлаждения что я уже боюсь что-то ломать могу не дожить может где-то тут за трубой ветром меньше вот тут вот где-то вот да давай тут блин я уже не знаю что делать реально ребят разжигаем у меня уже даже нет разжижки что там нет а газету газета она начала разделать на два трута точно просто жесть собрать срочно 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 чиниться уже что-то выкинул опять труд 74 разожгись блин мне уже вариантов нет у меня усталость короче переохлаждение жесточайше давай только разожгись реально подохнуть что-то я как-то не рассчитал ночь реально как-то выводит из строя вообще конкретно не поймешь зачем следить то ли за переохлаждением то ли за усталостью или это перевес так сказался еще не разжигала не разожгла что а не при утомлении жесточайше капец воздух температура просто какая-то еще одна попытка и и и и и и и не вот это я что-то попал нужно срочно спать ложится а как я так закидывал блин вроде 7 часов горения костра я поспал 7 часов мне он один фиг потух когда проснулся я там целый час запаса дал мне там 74 костра было еще прикалываетесь но уже трута не хватает так а рулон бумаги можно переделать 4 трута отлично чувак держись 15 процентов 14 13 болезнь ну вот еще одна ночь давай 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 быстрей разжечь огонь мне уже веток третья палка 10 процентов я уже слышу как сердце бьется чувак мне нужно срочно разжечь костер да ну вы че прикалываетесь почему че за фигня почему не разжигается 74 процента на успех блин как же неосмотрительно было выйти под ночь на улице реально хрен хрен выживешь ночью у меня палок даже нет чтоб потом собрать малейшие движения будут разжегся отлично закидываю на все длительную силу вообще никогда не погас палку не раскидываю на сколько часов на 9 часов спальный мешок и отдых ну хотя бы 5 часов отдых надеюсь не уйду во тьму выжил выжил усталость прошла обезвоживание пополняем срочно неужели я выжил неужели я выжил жуткий голод естественно все съедаем нафиг энергетические батончики все фигню съедаем ой божешки то мой а как же тяжело то так на мясо пожарить на 5 часов еще горение костра состояние у меня усталость видите у меня усталость не проходит нифига из-за переохлаждения на оставайтесь в тепле 19 часов то есть я должен постоянно огонь 24 часа держать жесть какая-то усталость не пройдет да она это и есть слабость не пройдет пока он не пробудет то есть я постоянно ослаблен хожу ладно давайте пожарим хотят мясо оставшееся убиваться некуда на калории уже заканчивается так ребята что-то уже засиделся следующей серии как говорится увидимся